Каждый год футбол дарит нам множество красивых мячей, и хоть прошло чуть меньше трети 2023 года, но он уже одарил нас великолепными шедеврами, которые потрясают нас до глубины души. И в этом ролике я расскажу о 20 самых впечатляющих и красивейших голах, забитых в 2023 году. Вы увидите как голы с топ-чемпионатов, так и с низших лик мира. Уверен, вторые точно прошли мимо ваших глаз. Ливерпуль предложил 130 миллионов за Хвичу. Мане отстранили от игр Баварии, официально раскрыт секрет результативности Холланда, а также легендарное возвращение Харри Магуайра на поле. Все это вы найдете в моем телеграм-канале «Жизнь футбол». Хотите быть в курсе сегодняшних матчей, а также их результатов, тогда добро пожаловать во второй канал. А если хотите посмеяться, то залетайте на канал с футбольными мемами. Друзья, подписывайтесь и будьте в курсе всех событий в мире футбола. Ну а теперь желаю приятного просмотра. И начинаем с испанца Родри, который на прошлой неделе поразил весь мир своим красивым голом в ворота Баварии. Опорный полузащитник сперва убрал на замахе Мусиалу, а затем, не найдя вариантов для паса, просто-напросто взял и ударил с дальней дистанции. Мяч полетел по идеальной траектории и в конечном итоге оказался в девятке ворот Яна Зомера. Еще удивительно то, что будучи правшой, Родри положил такой шедевр с левой ноги. Фантастический гол, который, уверен, вы точно ожидали тут увидеть. Двигаемся дальше. И тут у нас гол из второго по силе итальянского чемпионата в исполнении Мануэля Мараса. Итальянец получил мяч у боковой линии, затем свободно сместился в центр и запустил пушечный удар по воротам Комо, который завершился шикарным голом. Голкипер Альфред Гамис попытался спасти свою команду, но ему чуть-чуть не хватило. Еще забавная реакция вратаря после этого гола. Что он делал? Это был первый и единственный гол для Козенцы в том матче, а после этого шедевра они пропустили пять мячей. Переходим к Самуэлю Чукуэзе, который поразил весь Сантьяго Барнабеу. Поначалу нигерийский вингер отыгрался с партнером, затем получил мяч у края штрафной, ушел от стоячего нача и нанес точнейший крученый удар в дальний угол ворот сливочных. Двухметровый Тибо Куртуа обычно тащит такие выстрелы на раз-два, но не в этот раз, поскольку мяч полетел настолько идеально, что не оставил бельгийскому голкиперу шанса на спасение. Далее двигаемся к шедевру из Африканской Лиги Чемпионов. Автором красивого гола стал Тебухо Мукоэна. Полузащитник принял мяч довольно далеко от ворот, но это не помешало ему запустить идеальный удар в сторону ворот соперника. В этой ситуации голкипер Аль-Ахли даже выполнить сейф и стоя наблюдал за полетом мяча до самого попадания в сетку. И голкипера можно понять – такой удар потащить практически невозможно. А тут у нас два отличных акробатических гола в исполнении Карима Бензима и Эрлинга Холланда. И начнем со второго. В игре против Саутгемптона Эрлинг получил мягкий заброс от Джека Грилиша, после чего первым касанием слету бисеклетой вонзил мяч в ворота святых, тем самым в очередной раз доказав, что он умеет класть мячи в любых ситуациях. Старичок Карим также порадовал зрителей своими навыками. После подачи от Родриго француз находился к воротам спиной. Но Бензима не растерялся и подставил свою ногу, забив красивый гол ворота Валья Долида. И тут удивление вызывает не сам мини-удар через себя, а скорее то, как Бензима грамотно разобрался в ситуации, приняв такое решение за доли секунды. В матче отбора к Евросборная Казахстана сотворила чудо. Датчане вели по ходу игры со счетом 2-0. Но казахстанская сборная совершила невероятный камбэк и обыграла Данию 3-2. Но камбэка могло бы и не быть без шедевра в исполнении Асхата Тагабергена. Игрок принял мяч в 28 метрах от ворот, а затем запустил пушку в сторону ворот Каспера Шмехеля. Получился неописуемый красоты гол, который помог команде восстановить паритет в игре, а в дальнейшем вырвать легендарную победу. Что еще удивительнее, этот забитый мяч стал первым для 32-летнего Асхата в составе национальной команды. Фантастика не иначе. Английский чемпионшип также может порадовать нас прекрасными голами. Один из них забил Марселина Нуньес, который в игре против Бермингема забил превосходный гол с лету, ударив в нижний угол ворот соперника и не оставив голкиперу вообще никаких шансов на сейф. Забавно, но это уже третий гол Нуньеса в различных подборках лучших голов. Дарвин, теперь ждем шедевр в твоем исполнении. Хотя можно вспомнить гол уругвайца в ворота мадридского Реала пяткой. Все же он тоже получился максимально неожиданным и красивым. Про гол Хвичи Кварадон и ворота Аталанта я рассказывал несколько видео назад. А поэтому не буду долго описывать этот шедевр и предлагаю просто еще раз на него взглянуть. Гол Педро Гонсалвиша в ворота Арсенала также попадает в эту подборку. На 62-й минуте голкипер Ганонеров собрался посмотреть за игрой поближе и далеко вышел из ворот. Гонсалвиш увидел это и с центра поля идеально наказал Рамсдейла, забив фантастический гол за шиворот Аарону. В итоге этот гол стал не только красивым, но и важным в той игре. Все дошло до овертаймов, а впоследствии и до серии пенальти, где португальская команда оказалась сильнее. Очевидно, все знают, что у Диего Симеона есть сын Джованни. Парень в этом сезоне неплохо выступает за Наполе и стал довольно популярен благодаря празднованию в матче Лиги Чемпионов. Но знаете ли вы, что у тренера Атлетика есть еще один сын-футболист – Джулиано? Симеоны-младший, играя за Сарагосу, выдал какой-то невероятный сольный проход. Поначалу покружился недалеко от центрального круга. Затем каким-то чудом промчался мимо пары оппонентов и смог оставить мяч у себя. Затем исполнил два ложных движения и оставил неудил еще троих соперников, после чего уже в стиле Месси завершил это шоу парашютиком над головой вратаря. Кстати, парню всего 20 лет, и если это не разовая акция, а настоящий талант, то, возможно, в скором времени на международной арене появится еще один, уже третий по счету Симеоны. Назовите последний гол Рабоны, который вы видели. Предположу, что многие подумали о Рабоне Эри Каламеллы, забитой аргентинцем в марте 2021 года против Арсенала. Но вот в марте 2023 года был забит еще один прекрасный гол Рабоны. Игрок спортинга Нону Сантуш не мог или не хотел бить с правой, а поэтому португалец решил пробить со своей рабочей левой ноги и исполнил фантастический удар Рабоны. А мяч рикошетом от штанги оказался в сетке ворот соперника, и Нону записал на свой счет один из лучших голов месяца в чемпионате Португалии. Криштиану Роналду и Лионель Месси Не добавить двух легенд в этот ролик непозволительно, а поэтому я нашел нечто уникальное. 23 марта и Роналду, и Месси играли за свои сборные. Криштиану в тот день забил отличный гол со штрафного ворота Люксембурга, а Лео, в свою очередь, отличился красивым голом со штрафного ворота сборной Панамы. Помимо того, что это первый случай в истории, когда Лео и Криштиану отличились по голу со штрафного в один и тот же день, так еще и оба установили личные рекорды. Месси забил свой 800-й гол на профессиональном уровне и 99-й за сборную, а Криштиану забил 120-й гол за Португалию, тем самым обновив свой же рекорд. Футболист из третьего по силе немецкого чемпионата Антонио Йонич в недавней игре отличился вот таким превосходным забитым мячом. Хоть голкипер и попытался потащить удар, но из-за высокой траектории полета и идеальной дуги сделать это было максимально проблематично. Пушка из чемпионата Франции. Ивуарейц Жан-Эд Ахулу в игре против Марселя настолько сильно приложился по мячу, что, казалось, сейчас порвет сетку. Мяч угодил в перекладину и в итоге оказался в воротах соперника. Голкипер хоть и попытался прыгнуть за мячом, но именно что попытался, ведь совершить сейв при таком мощнейшем ударе практически нереально. Кстати, этот гол чем-то напоминает тот самый легендарный гол поля Пагба в ворота Удинезе. А вот и гол с английской премьер-лиги, автором которого стал Жуао Пальинья. Португалец поначалу самостоятельно прервал атаку лица, а затем нанес идеально точный удар щечкой. Траектория полета мяча и вправду завораживает. Голкипер вполне мог делать сейв, но только если бы находился чуть ближе к воротам, и именно внезапный отбор Жуао не позволил голкиперу занять правильную позицию. Вряд ли вы помните воспитанника Боруссии и экс-игрока Арсенала Томаса Айсфельда. Но в этом году уже 30-летний немец положил умопомрачительный гол. Он подловил момент и прямо с лету отправил пушечный снаряд в ворота второй дортмундской Боруссии. Получился фантастический гол, за которым наблюдали все присутствующие, включая вратаря соперника. Существуют голы, на которые можно смотреть бесконечно. И один из таких мячей забил юный Ганец Абдул Исаку. Хоть гол явно не лучший из этой подборки, но согласитесь, что пересматривать это можно бесконечно. Благодаря простоте и, конечно же, идеальной траектории полета мяча. Гол Кевина де Брюйна и ворота немецкого Лейпцига тоже красота. Хоть гол не имел никакой важности в той игре, но вышел он фантастическим. Чем-то даже похож на гол Родри, правда забит с правой ноги. Для Кевина это, вероятно, обыденность, так как он даже не сильно праздновал забитый мяч. Зато Эрлинг Холланд пообладировал бельгийцу после гола. Помните все сильные удары из этого видео? Забудьте. Ведь сейчас вы увидите нечто страшное в исполнении Ибрагима Сангаре. Просто наслаждайтесь. Кстати, если вам понравится видео с лучшими голами неполного года, то готов в скором времени выпустить вторую часть. Как вы знаете, я выпускаю лишь лучшие голы по итогам целого года, но большинство топовых мячей не попадают в ролик. Таким образом, я попытался рассказать о 20 шедеврах этого года, которые, возможно, вы никогда и нигде не увидите, кроме этой подборки. Пишите в комментариях, если вам интересна эта тема. Ну, а теперь настало время блеснуть своими футбольными знаниями. В прошлом видео я задал вам вот такой фотовопрос. Ну и вот первые три человека, а также несколько случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. А теперь новый фотовопрос. Вы видите троих футболистов. А если точнее, то шестерых, поскольку их лица объединены. Так вот, попробуйте назвать фамилии шести игроков, объединенных на этих трех фотографиях. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну, а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры сделал DimaTorzok